МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы узнать, какими судьбами вы оказались на нашей улической земле? Ну, вы знаете, у нас ничего специального нет, что очень, так сказать, мне кажется, правильно. Мы пишем сценарий, идем по Волге, чтобы, так сказать, от забора к московской жизни отвлечься, чтобы ничто, так сказать, не мешало нам. Но, проезжая мимо таких святынь, как Углич, не остановиться мы не могли. Я думаю, что мы где-то еще будем останавливаться. Притом, тут никакой специальной цели нет. В этом-то, мне кажется, есть самая большая ценность, что ничего специального не приехали, потому что надо искать натуру для фильма. Просто потому что, мне думается, что любое посещение праздное, если хотите, таких святынь, как Углич, это и есть, в общем, наполнение, так сказать, духовной жизни своей, личной, частной. Поэтому это совершенно частный визит, ничего за этим, так сказать, такого не культурологически, общественного не стоит. И лично мне именно этим это и дорого. Ну, то есть, вы сейчас вот вместе едете, работаете над сценарием, то есть, какой-то фильм вы планируете, наверное, снять, да? Ну, в общем, было бы нелепо, если бы мы работали над сценарием, не планируя снять фильм. Вот хотелось бы услышать. Утомленные солнцем 2. То есть, продолжение... Те же герои, да, продолжение Утомленного солнца, те же герои, только война. Вторая мировая, ну, так сказать, Великая Отечественная война. Очень большая картина, очень большая картина. Большая, сложная, и мы работаем, я работаю уже, почти 2,5 года. Хлеб Анатольевич уже почти год, так что, ну, в общем, так сказать, подробно готовимся, и еще, в общем-то, по большому счету, не начали писать, но мы собираем материал, мы смотрим картины, мы, как бы, напитываемся временем и фактами. Ну, вот вы, раз будете вместе работать над этим фильмом, вот режиссерскую роль, кто на себя из вас? Я хочу сказать, что мы работаем над сценарием для Никиты Сергеевича, а ставить фильм Утомленный солнцем 2 будет именно он. Я в данном случае выступаю в роли соавтора киносценария, но не со режиссера. Ну, тут еще для меня-то важно было согласие и участие Глеба Анатольевича, потому что, я считаю, что такое авторское кино, что ли, сегодня, это ведь не только кино, которое, так сказать, которое никто не понимает. Почему-то считается, авторское кино – это то кино, которое, так сказать, очень для себя. Авторское кино, на мой взгляд, это кино, в котором человек, который его делает во всех ипостасях, наиболее ярко выражает свою личность. И в этом смысле Глеб Анатольевич – очень яркий пример для меня, потому что все картины, которые он снимал, он сам писал сценарий. И мне близка его точка зрения, его мировоззрение. И что еще самое, наверное, главное, что за, в общем, достаточно долгие годы работы он никак не изменился. Все считают, что нужно развиваться, а я считаю, что нужно оставаться тем, кем тебя Бог создал. Поэтому развитие в другом заключается, а не в том, чтобы менять, так сказать, манеру или пытаться угнаться за моды. Очень многие сегодня наши коллеги, пытаясь угнаться за моды, потерялись сами себя, самих себя, что очень трагично. В общем, самое страшное, что они этого сами не понимают. Вот, а в данном случае я пригласил и просил Глеб Анатольевича работать, потому что мне думается, что как раз пластическое мышление его мне очень близко, дорого. Хотя, Глеб Анатольевич прав, конечно же, основную ответственность за картину беру на себя я. И если мы в чем-то расходимся, то в результате все-таки, так сказать, мне приходится пытаться настаивать на том, что меня волнует, потому что иначе я не смогу снимать картину. Но у нас есть еще один соавтор, вот, скромный человек, господин Тюрин, Рудольф Константинович. Он человек своеобразный, очень хороший, глубокий писатель, ну, живущий, в общем, так сказать, достаточно своей, такой замкнутой жизнью. Но он один из лучших специалистов сегодня по истории Великой Отечественной войны. Потому что материалы, которые есть у него, я думаю, что сегодня едва ли у кого-нибудь они есть в таком количестве и в таком качестве. Спасибо. А вот давайте отойдем от профессиональной темы, вернемся к теме визита в наш город. Мы знаем, что вы не в первый раз в нашем городе. Вот хотелось бы узнать, вот и у вас, Глеб Анатольевич, как наш город меняется вообще? Я хочу узнать, я как раз первый раз, вот в чем дело. И нахожусь здесь по, скажем так, по внутреннему увлечению, просто поклониться святым местам. Имея такую возможность, я не мог ей не воспользоваться. У меня впечатление самое замечательное, поскольку день и час нашего пребывания, вы видите, он особый, он такой интимно тихий. Это конец дня, это июль, это совершенно удивительная атмосфера города. Она как бы для меня связь времен, связь прошлого и настоящего. Есть над чем подумать, есть о чем помолчать, и сейчас, и потом. Это мне очень нравится. Ну, я здесь бывал раньше. Вы знаете, что мне больше нравится, что он не меняется? Да. Я считаю, что, да, это то, что я говорю, может быть, звучит, так сказать, для жителей города и, так сказать, окружающих мест, наверное, какой-то крамолый, потому что, конечно же, вы хотите, чтобы было лучше, красивее, современнее. Я понимаю это. Но я-то думаю, что сохранить то, что есть, труднее, чем построить новое, как это ни странно. Вот сохранить то, что есть, и сохранить усилиями абсолютно, так сказать, беззаветных людей, которые, библиотекари, музейщики. Вы понимаете, очень страшна забастовка шахтеров, или военных, не дай бог, военных. И абсолютно никого не будет пугать забастовка библиотекарей или музейщиков, потому что, так сказать, мы живем в то время, когда огромному количеству людей кажется, что это, в общем-то, дело пустое. А им все равно. Они вот не будут платить, они все равно будут здесь жить, они все равно будут сохранить. Почему? Потому что у этих людей, у них нет ничего, кроме того, что есть. А есть у них русская история и, так сказать, русская традиция. Поэтому я-то как раз уповаю и ратую за то, чтобы как можно меньше менялось в, скажем, ну, в таких городах, как Углич. Я сейчас не имею в виду социальную сферу, горячую воду, там, электричество, хорошие дороги. Я не это имею в виду. Я имею в виду тот духовный стержень, который 1065 лет, так или иначе, сохранялся здесь из поколения в поколение. И, если уж так по-серьезному говорить, история страны в определенный этап, уж, по крайней мере, на 300 лет царствования семьи Романовых родилась здесь. В общем, поэтому это серьезно. Это не просто так. Это же не просто исторический факт. Все имеет свою, так сказать, связь и там, и сверху, и донизу. И туда, и сюда бесконечность. Поэтому к этому нужно относиться и серьезно, с уважением и, я бы сказал, с тем правильным мистицизмом, которым полна и русская культура, русское искусство и православие русское. Вы знаете, я пожелал бы того, о чем я уже сказал. Я бы хотел, чтобы они жили лучше, но чтобы все лучшее, что будет у них, основывалось на том, что этот город является бы как духовный стержень для России. Поэтому, так сказать, я желаю веры, надежды, любви и терпения. Но также я желаю им, чтобы все эти три столпа, так сказать, и мудрость, мать их София, им поспешивствовали всегда. Но в то же время и очень хотел бы, чтобы вот у этих вот детишек и у этих девочек, при всех прочих равных, так сказать, желаниях быть похожими на любую другую страну, Ну, ощущение того, что они принадлежат только к этой стране, по своей корневой системе, никогда не исчезало, они передавали это своим детям. Это принципиально важно. И это не громкие слова. Это, как вам сказать, это содержательный принцип. Это иммунитет для нации. Спасибо. Глеб Анатольевич. Присоединяюсь к сказанному Никасу Сергеевичу. Абсолютно полностью. Да, совершенно. Спасибо.